В общем-то всем здорово! Я с лопатой, с пилой и я не на споте, я у себя на районе на небольшом таком склончике. Вот, в общем-то это такой небольшой видос про trail building у меня на районе. У меня тут кочка одна есть, старая, которая в принципе выглядит очень даже прикольно. Вот, но там перед ней дерево упало и короче она не катабельна, а я бы хотел покатать. Она находится в пяти минутах на его доме, поэтому очень кайфово просто после там колледжа, после работы взял, приехал, взял байк, пять минут покатал пару раз и отдохнул. Там какая-то контрильная трасса и прям на вылете, на кочке она проходит, прям траектория на вылете, поперек вылета. Ладно, что я говорю сейчас, приеду и покажу. Собственно, вот там вот проходит контрильная трасса, там есть парочка прикольных поворотов, которые, ну, в довольно-таки плачевном состоянии, скажем так. Может быть там поработаем, но сегодня, вот, там вот трамплин, там вот приземление. Погодка офигенная на самом деле. Вот этот подъезд, вот это упавшее деревце надо будет ликвидировать и вот там вот вылет. Вылет, на самом деле, в довольно-таки хорошем состоянии для вылета, которому уже, наверное, ну, года три-четыре точно. Вот, чуть подшипить его и будет огонь. Так, для начала я поставлю камеру на таймлапс и расчищу вот этот подъезд до такого приемлевого уровня. Ямку там надо засыпать, вот, убрать это бревнышко, но и так почистить его до сходя земли. Надеюсь, что сходя. Ну, как-то так. Я, на самом деле, уже разучился пилить. Вот эту вот мелкую хрень пришлось отламывать, а не пилить. Ну, да ладно. Мне суть важна. Я вот единственное не знаю, что лучше сначала сделать. Зашепить вылет или отпилить хрень вон ту. Я думаю, вылет зашепить. Хотя, когда я уберу то упавшее дерево, я могу сделать пару подкатов и посмотреть вообще траектория, какая. Рабочая или нет. Да, мне кажется, это было бы разумней. Поэтому сначала ликвидирую вот эту вот штуку. Сейчас я расчищу до конца подъезд и пробую тестовый подкат сделать. Я с собой большой шлем не брал, я взял только мелкий котелок. Ну, я раскладываться тут и, в принципе, не планирую. Ну, какой-то такой я съезд сделал. Что-то наподобие полки забацал. Она еще, разумеется, не готовая. Она еще мягкая, не утрамбованная. Но, я думаю, хватит, чтобы протестировать траекторию. Вот. Поэтому сейчас самое веселое. Одеваем шлем и едем кататься. Так, байк у меня хрустит, скрипит, как хер знает кто. Вообще интересно, хватит ли мне скорости или нет. Надо будет так хорошенько топнуть. Вообще, вот отсюда хорошо бы сделать заезд, а не оттуда. Блин. Первые боевые ранения. Хрустит он, конечно, пиздец. Завтра я его на ТО отвожу. Не знаю еще куда, но пулебаса отвожу. Ну, я думаю, вполне реально. Ну, в общем-то, в принципе, конечно, не идеально я его зашепил, но чуть-чуть накидал сверху, буквально, ну, сантиметров 10-15. Вот с этой ямой будет проблемы 100% после дождя, потому что это самая низкая часть трейла, и из нее нет дренажа. Поэтому с этим надо что-то решить, сделать вот эту какую-нибудь канавку туда. Вот, но сейчас мне в лоб. Ну да, еще мягкая, мягкий вылет. Это было ужасно. Это было ужасно некрасиво, ужасно неудобно, ужасно неприятно. Ну, во всех смыслах, короче, ужасно. В общем-то, сейчас моя основная проблема – это подъезд. Потому что, ну да, это прикольный подъезд. Он будет хорошим, когда он усядется, будет накатистым. Это довольно-таки веселый подъезд. Но сейчас он не скоростной. Я вот сейчас, когда поднимался, подумал, можно сделать гораздо более быструю вещь, если начинать оттуда. Тут есть такая вот кочка, и с нее можно вот сюда сделать. Заезд, в принципе, тут ничего особо расчищать не надо. Тогда скорости будет гораздо больше. Эту всю кочку можно либо прыгнуть, либо прокачать. Траектория примерно та же самая будет, но ходов больше, потому что я не так сильно поднимаюсь вверх и не поворачиваю под таким неудобным углом. Ну да, это быстрее. Сейчас попробую прыгнуть с новой траекторией, где ходов должно быть больше и стабильнее, ровнее должен вылететь. На дизастер. В общем, эта траектория реально хорошая, ходов дофига. Было бы, если бы было сухо. Потому что сейчас еще не совсем все просохло, грунт немножко мокрый, и из-за этого накат очень сильно естся. Поэтому пока надо крутить как пидарас. Когда все подсохнет, это будет, ну, фактически по накату, я думал, гуляться спокойно. Ну, по накату кто-нибудь не будет, потому что там полоскальчик крутить все равно надо, но вы поняли о чем я. Я думаю, можно это засчитать как до лед, до призема. Быстрее я раскрутиться не смогу сейчас в такой погоде. Байк у меня пиздец как скрипит, херово работает. Самому мне с ним возиться времени практически нету, особенно в ближайшие там неделю-две. Поэтому, думаю, отдам его на ТО куда-нибудь, и пускай сами все сделают. Пускай аморут, вилку переберут, подшипники поменяют, втулки переберут, пускай, короче, все с ним сделают, чтобы он был топом. Вот.